Всем монстряшкам здравствуйте! В сегодняшнем видео мы с вами продолжим сагу о базовых куклах Монстр Хай и я распакую эту красавицу Кладинбульф Базик 2022. Самой уже очень не терпится, хочу все пощупать, разглядеть чуть ближе и давайте уже просто начнем, потому что руки чешутся. Погнали! Итак, давайте приступать к распаковочке Кладинбульф. Потрясающая красавица в таком желтоватом оттенке. Начинаем с клапанов. В детстве это казалось более легким заданием, чем сейчас. О, ну ладно. Так, начало положено. Вот такая красивейшая монстряшка. Монстрячка. Не могу налюбоваться на нее. Ой, волосы на ощупь очень мягкие. Так, откладываем бокс ненужный и начинаю распаковывать. Наверное, вот так вот, чтобы было мне удобнее. Ножнички подготовлены. Начну с подставки. Даже на камере отображается, будто бы она томатная, помидорная. И все. Господи, так бы сразу. Точно такое же дно, как было в самых первых монстряшных подставочках. Так, сразу соберу подставку на будущее, чтобы потом не париться. Теперь дневник на очереди. Опа. Ой, какая красота. К сожалению, у меня самого первого дневника нет, и я не смогу их сравнить. Ой, ой, какой красивый крессинг. Кстати, если у вас есть дневник, самый первый базовый, то скажите мне в комментариях, есть ли на первой страничке питомец Кладин. Это удивляет? Приятно. Расческу. Самая обычная расческа томатная. Жалко распаковывать, даже несмотря на то, что у меня уже есть Кладин в коробке, еще одна, точнее. Опа. Питомец. Милашковый. Какой красивый. У меня не было этой сумки, моей Кладин, потому что у меня не полный комплект Кладинки. Вот такая прелесть на застежках. Ой, теперь саму прекрасную девочку. Прощайся с картоном, Кладин. Ступай в новый мир. Ой, рука к поясу пристегнута, кстати. Так, на талии нужно аккуратно вот здесь. Не повредит ничего. Опа. Так, теперь задние штырьки. Вот их я, скорее всего, с ножницами буду регулировать. Подарите, пожалуйста, ментовами ножницы. У нее нехватка. Плен. Опа. Отстрижнули. Кстати, штырешек меньше, чем у вагуны. Итак, грандиозный момент. Вытаскиваю Кладинку. Ой, не хочет. Ой, захотела. Ой, моя-то прелесть. Кстати, на ощупь волосы еще приятнее, чем у вагуны базовые. И смотрится, мне кажется, более качественно, чем у вагуны, потому что не так сильно это порщится. Ну, на первый взгляд. Ой, какая красавица. Так, сейчас я, наверное, вам все подробнее расскажу. А пока что сама буду любоваться. Милашечка. Клыкастая. Итак, я уже в обычной обстановочке. И знаете, она мне очень сильно нравится. Изначально я думала, что, ну, наверное, просто отдам аксессуары своей старой Кладин и, может быть, подарю своей сестре эту куклу, потому что, ну, не впечатлила. А вживую она безумно красивая для меня. И ее локоны не очень подходят. Вот вагуне не особо идут такие сильные кудряшки, а для Кладин самое то. О, она просто прекрасная. Я думать не могла, что она мне так сильно западет в душу. В общем, очень красивая девочка. Жалко будет, конечно, аксессуары для своей девочки другую отбирать, но придется, потому что все-таки первая база лучше, наверное. Но прическа однозначно круче у этой кудряшки, чем у моей равняшки. Как я сказала пару минут назад, волосы у Кладин очень приятные на ощупь. Наверное, я их не буду расчесывать, дабы не ухудшать их положение. Лицо в коробке — это самая огромная шутка, потому что без коробки ее лицо более привлекательное. И для меня оно гораздо лучше, чем у лагуны. Ну, это правда. Губы темно-бордовые, ровные клыки. Тени очень нежные, фиолетовые в двух разных оттенках. Поверх теней серебристые блестки, и кажется, что они более темные, чем были у первой. У моей старой они более прозрачные, что ли, а у новой они выделяются. Впервые вижу чокер Кладин, потому что у моей его нет, как вы видите. Сам чокер черный, а сверху оранжевые камешки. Чокер легко снимается сзади, он не подкреплен резиночками. Подвеска золотая, а камешек фиолетовый. Это гораздо качественнее последнего перевыпуска и перевыпуска, который был в сете. Вроде бы у этих двух перевыпусков все аксы были однотонные, а здесь уже прокрашенные. Мотел постарались, лайк, подписка. Курточка абсолютно такая же, с черными рукавами и фиолетовыми вставками. Кстати, рука закреплена с поясом, нужно освободить, да? Что за адские резинки? Опа. Все. Розовая кофточка вроде бы точно такого же розового цвета. Я потом вам покажу поближе, потому что мне пока с таким освещением не очень понятно. Кстати, у моей Кладин очень плохая кофточка, она без лямок. Скорее всего, их я поменяю тоже местами, чтобы у базовой все было лучше. Еще чего не было у первой Кладин, так это пояска. Его мы тоже отберем. Он такой же, как был у самой первой, черный, с золотыми элементами. Кстати, говорят, что юбка стала короче, и я думаю, это так и есть, да? Все юбки у перевыпуска стали короче и у Фрэнки, и у Дракулауры. Вы, скорее всего, видели эту фотографию новой Клео, и что вы об этом думаете? Я в полнейшем шоке, если это правда выйдет на рынок, после таких потрясающих базовых, ну, относительно потрясающих, как можно после такого делать вот это? Ваше мнение напишите в комментариях, очень интересно. Самые обычные персиковые гетри Кладин, которые я также отниму. Заберу, украду, украду, украду. Извините, молодость голову ударила. Касаемо туфлей, просто идентичные, абсолютно такие же. Новая смотрится более опрятно, потому что она новая и более облескучая. Так, теперь немножко по аксам пройдемся. Новый питомец Кресент, старый питомец Кресент. И первая проверка, конечно, у самого первого питомца. У него хвост гораздо мягче, вот, вы видите, да, как я его и туда, и сюда, в разные стороны. А этот более твердый. Что скажу по лицу? Мне нравится больше старое, но какое-то более миловидное, что ли. Новое, какая-то дерзкое, деловое, такая деловидное. Злобное, вот, просто злая киса. В остальном котики одинаковые, колычки, реснички. Очень хорошая копирка, я считаю, мне нравится. Дальше. Маленькая сумка, я думаю, она абсолютно такая же, как самая первая. Много замочков, ремешок, который, кстати, гнется довольно-таки сильно. На ремешке золотые элементы. Я думаю, вышло более чем симпатично, однозначно лайк. Не знаю, что вам нового про дневник. Рассказать просто обычный дневник. Покажу вам поближе все странички на ближнем плане. Кстати, всем монстряшкам до сих пор 15 лет, 1599 и так далее. Все они остались такими же молодыми. Вот это я понимаю. Застряли в гостях у Петер Пена. Мне бы так. Бабка, извините, плачет. Так, ну, самая обычная расческа, поставка. Это я уже все рассказала. Я считаю, что эта волчица вышла очень удачной. И пока что в моем топе она на втором месте после Дракулауры. Так, мини-запаковка обратно. Эть, эть. Такс, такс, такс. Готово. Очень нравятся коробки. Мотел, огромное спасибо за эти картоночки. Кстати, на заднем плане у меня стоит нераспакованная кладинка, которая останется в коробке на всю свою оставшуюся жизнь. Так, на подставочку поставлю красивую волчицу-дочку внебрачную Беллы и Джейкоба. Кто смотрел Сумерки, стих лайк. Я очень рада, что она теперь есть у меня в распакованном виде. Хоть аксы я и отниму, но думаю, красоту у нее не отнять. В общем, спасибо вам большое за просмотр сегодняшний, за ваше уделенное время. Желаю вам побольше красивых кладин в коллекции. Да и, в принципе, более счастливых дней летом, весной, осенью и зимой. Ну что ж, смотрите Берсика, смотрите меня, мои видео. И до новых соберностных встреч, кладин вульфычей. Без коробки и в коробке. Пока. Бан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok